Ягдпанзер Е100 Ягдпанзера Ягдпанзера 2 действительно очень интересно, тем более в свое время они немало шума наделали в рандоме. Выше же я подниматься не буду, так как, еще раз повторюсь, я на этих танках не играл, и что я вам буду лапшу на уши вешать за танки, геймплей на которых мне самому особо не знаком. Начнем мы, как вы уже поняли, с Ягдпанзеры 2, ПТшка 8 уровня, в свое время делавшая много шороху в рандоме, потому что даже статисты брали ее взводом и выкатывали в рандом, и за счет орудий и динамики раздавали неплохих таких люлей. Но сейчас она уже сильно, так сказать, отошла на второй план, ее особо не вспоминают, особо каких-то проблем, играя против нее, вы тоже особо не встретите. Ну и ПТшка так заняла свое место уже в тени, особо про нее никто не вспоминает. Но при всем при этом, эта машинка реально интересная, имеет свои плюсы, свои особенности, и геймплейно может принести вам немало удовольствия от игры на ней в рандоме. Начнем наш разбор по классике с орудия. Пушка у нас здесь типичный маус-ган, альфа 490, бронепробитие 246 базовыми ББшками, и 311 мм пробивают голдовые подкалиберы. При этом у нас неплохая перезарядка 9,8 секунд, и суммарно ДПМ можно довести до 3000 единиц урона в минуту, что совсем немало, ну прям совсем. Врываясь куда-то с толпой союзников, мы успеем настрелять гораздо больше, чем любой танк, который поедет и за нас будет танковать, да? Как бы вы намек поняли на концепцию геймплея. При этом у нас время сведения 1,9, разброс на 100 метров 0,33. То есть все, что касается стрельбы из этого орудия, здесь очень комфортно, очень удобно. Единственное, стоит отметить углы горизонтальной наводки 10 градусов, правой и влево пушка поворачивается, то есть суммарно 20 градусов. Не очень мало, не очень много, но в целом достаточно удобно стрелять с этого орудия. И еще стоит отметить углы вертикальной наводки. Вот здесь как раз скроется наш небольшой минус. Минус 6,5 градусов опускается орудие, на 15 градусов вверх поднимается, то есть выкатываться куда-то из-за холмов, из-за каких-то, ну вы поняли, горок. Не очень удобно, пушка вниз не гнется. Особенно для тех, кто привык играть с минус 10 и минус 8 УВН, как я. Мне было совсем некомфортно, минус 6,5 градусов. Очень не хватало этих УВН, которые этой ПТшке вот прям так и напрашиваются. В остальном, как вы понимаете, именно за орудие эту ПТшку и полюбили, потому что пушка комфортная, пушка наносит много урона. И в целом стрелять очень удобно, просто и голда пробивает 311 мм, то есть проблем никаких со стрельбой возникнуть на ней не должно. И жирным плюсом в дополнение нашего орудия встает вопрос мобильности, потому что она здесь просто потрясающая. Корпус вроде бы как от Пантеры, от среднего танка, но при этом мобильность даже лучше, чем у среднего танка. У нас 13 лошадиных сил на тонну удельную мощность, тогда как у Пантеры 2 и у СТ она 12 с небольшим. И максимальная скорость вперед 55 км, 12 км назад, что достаточно резво. При этом еще и по грунтам ПТшка отлично себя чувствует на различных грунтах. То есть никакие там болотные почвы нам особой проблемы не создают. И в этом плане орудия плюс хорошая динамика создают, ну просто неисчислимые возможности для реализации. Мы можем поехать на один фланг, там пострелять, потом переехать на другой. И там пострелять. И в итоге весь бой вот так вот искать возможности для нанесения урона. Касаясь бронирования и живучести, здесь как раз все по ПТшному. И это самый большой жирный минус этой ПТ. У нас 1150 единиц прочности, что может быть даже выше среднего. Но все равно мы умираем с 2-3 выстрелов от танка 9-10 уровня. И определенно куда-то ворваться в соло мы не можем. Броня у нас тут тоже особо ее нету. Это 100 мм лоб, 60 мм борта рубки. Но единственное стоит отметить, маска есть неплохая, которая реально бронирована, которая танкует, от которой отлетают рикошетят снаряды. Но в целом вариант танкануть здесь только один. Когда мы выкатываемся от каких-то холмов, где мы реально можем наклонить орудие. И рубка тогда у нас получается под прям бешенными наклонами. И только тогда мы можем что-то танкануть, что-то отбить. В остальном брони у этой ПТшки нету вообще никакой. И я ее геймплейно очень сильно сравнивал с WZ-120 GFT, китайской премиумной ПТ. Они концептуально абсолютно одинаковы, на мой взгляд. Но броня у китайца гораздо лучше. И в целом он прощает гораздо больше ошибок. На нем можно врываться гораздо чаще. Можно прям вот в нагло уехать. Вас будут не пробивать, от вас будут рикошетить. И в целом будет играть попроще. На этой же ПТ геймплей в целом получается такой же. То есть мы ищем возможности, мы там настреливаем из-за кустов где-то. Но когда есть возможность поехать с союзниками продавить направление, мы обязательно едем вместе с ними. Главное давать союзникам танковать вместо нас. То есть ХП, чтобы впитывать урон, у нас нет. Брони, чтобы танковать урон, у нас тоже особо нет. Поэтому мы половину боя стоим в кустах, пытаемся где-то настрелять урон, найти его. То есть катаемся по карте опять же. А в половине боя мы когда видим, что наши союзники едут давить, продавливают какой-то фланг, ни в коем случае не стоит стоять. Стоит ехать вместе с ними, потому что у нас ДПМ, у нас высокая альфа. Мы в этом продавливании направлением сможем настрелять больше всех. Самое главное не лезть прям впереди атаки всей. Опять же, мы ПТ, нас ставят на каток, мы сразу умираем, потому что башни нет, в ответку мы не выстрелим. ХП у нас опять же нет, брони нету. Поэтому всегда стоит пускать своих союзников вперед и давать им принимать урон вместо вас. Вы же поберегите свои ХП лучше для конца боя, они там вам пригодятся гораздо больше, чем многим другим союзникам. Я не говорю в плане скилла, а именно в плане орудия, в плане динамики. Вы можете быть гораздо полезным в конце боя с ХП, нежели там какой-нибудь СТ с альфой в 240 в конце боя. Что еще стоит отметить, у нас очень плохой обзор, но оно и понятно, все-таки ПТ, обзор 360 метров, поэтому по модулям я советовал бы забить на него вообще и ставить досылатель, приводы наводки и вентиль. ПТ без... ну, у нас закрыто идет, поэтому есть рубка, можно поставить вентиль. Таким образом мы еще лучше повысим свои параметры стрельбы, где-то мобильность чуть-чуть получше сделаем, и стрелять будет еще удобнее. Обзор мы все равно, даже поставив врага, толкового не догоним. Да, если мы будем там с врагами, мы можем стоять в кустах, и того, кто поедет на нас, мы пересветим. Но, опять же, это ПТ для агрессивного геймплея. Очень размеренного, очень такого продуманного, но все же агрессивного. Поэтому стоять на ней возможности не будет. Динамика нам говорит, что стоять на этой ПТ не стоит. И именно поэтому я советую ставить именно вентиль, и уже играть именно от пушки, от динамики, искать возможности для нанесения урона. Касаясь вопроса, почему эта ПТ сейчас не так популярна, не так актуальна, ну, сказать достаточно сложно. Может балансер, может в целом ТТХ уже устарели, и инфляция ТТХ идет полным ходом. Может статисты просто полюбили другие танки, и ПТ сейчас не так актуальна. Ну, сказать правда сложно. Пишите ваше мнение в комментариях, реально очень интересно. Но она ни разу не плохая, это стоит отметить. Да, она подойдет для меньшинства, я бы сказал, игроков, потому что она для такого терпеливого геймплея, для игроков, которые очень хорошо читают миникарту, прям в любую секунду видят возможности, куда надо переехать, где есть возможности пострелять, нанести урон. Вот для таких игроков именно эта ПТ-шка. Потому что я, ну, очень нетерпеливый игрок, мне стоять в кустах, ждать каких-то возможностей прям вот вообще не хотелось. Я на ней пытался ехать, врываться куда-то, а без союзников она этого сделать не может. А ждать пока союзники прям допрет до них, что надо ехать, давить, мне тоже не хотелось. Я ехал и сливался на самом деле. Делать на ней этого не стоит. Уже лучше стоять весь бой в кустах, нанесете хоть какой-то урон. Но идеальный вариант, вот прям, конечно, мне кажется, процентов, ну, 10, может быть, игроков таких, но вот для них в их руках она раскроется просто максимально хорошо. Еще раз повторюсь, это в руках игроков, которые вот прям очень терпеливы и которые очень хорошо видят возможности на миникарте. Ну и в целом проходить ее достаточно комфортно, удовольствие получите. Альфа 490, пыщ-пыщ, стрелять, кататься быстро. Реально очень весело, интересно. Никакого унылого геймплея, никакого сосания на ней уж точно не будет. Ну а у меня на сегодня все. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. И увидимся в следующих видосах. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите ваше мнение в комментариях. Продолжение следует...